Беседа 19, 180, 8, 26. И Филиппу ангел Господень сказал, встань иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. Мне кажется, что Филипп получил это повеление, находясь в Самарии, потому что из Иерусалима в Газу надо бы найти не к полудню, а к северу, а от Самарии же к полудню. И дорога та пустая, это сказано для того, чтобы он не опасался нападения со стороны иудеев. Он не спросил, для чего, но встал и пошел. И вот, говорит, муж эфиоплянин, евнух вельможек Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Много похвального сказано о нем в этих словах. Несмотря на то, что он жил в Иерусалиме, занят был таким множеством дел, находился в суеверном городе, и праздника не было, он приезжал на поклонение в Иерусалим. Великое усердие его видно из того, что он сидя на колеснице читал. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к ней, к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Вот еще похвальное качество какое? То, что он, не понимая, читал. Но потом по прочтении старается разуметь. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как огнец, пристригущем его, безгласен, так он не открывает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евно же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом? Филипп открыл уставство и начало всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Видишь ли, как устраивается дело его обращения. Сначала он читает и не понимает. Притом читает то место, где повествуется о страдании, воскресении и даре Господнем. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евно сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Видел ли ты готовность? Видел ли усердие? Филипп сказал ему, если веруешь, от силы сердца можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евно. И крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Зачем, скажешь, восхитил Филиппа Дух Господень? За тем, что ему предстояло идти в другие города и проповедовать. И для того это сделано, чтобы он сам впоследствии, удивляясь этому, не считал случившуюся с ним делом человеческим, но Божиим. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. И отсюда видно, что он был из числа семи диаконов. Он же и впоследствии оказывается там, в Кесарии. Не без цели восхитил его дух, иначе Евнух стал бы просить его сопутствовать ему, и Филипп опечалил бы его, не согласившись и отказавши, так как еще не пришло время для этого. Видел ли ты, как ангелы содействуют проповеди, однако не сами проповедуя, но призывая их апостолов. И здесь открывается достойное удивление, что прежде бывало редко, и едва ли случалось, что здесь пришло. Кроме того, это происшествие было некоторым предзнаменованием того, что апостолы обратят и на племенников. Достойное вероятие свидетельства могло расположить и других, узнавших об этом, к такой же ревности. Поэтому-то Евнух и отправился радуясь. И если бы он не познал, то и не радовался бы. Но что, скажешь, препятствовало ему хорошо познать все это, сидя на колеснице, особенно в пустыне? То, что не было ясно. Но обратимся к прочитанному. И вот муж Евнух Кандакии, царицы. Отсюда видно, что эфиопляне были управляемы ею. В древности и женщины управляли. Таков был у них закон. Таким образом, Филипп не знал, для чего он шел в пустыню. Так как не прежде ангел, но после восхищает его. Евнух же ничего этого не видит. Потому что он был еще несовершен. Или потому, что это дело не телесных, но духовных очей. Еще не знает того, чему научает его Филипп. А почему ангел не является ему и не приводит его к Филиппу? Может быть, потому что тогда он не послушался бы. Но только был бы изумлен. Посмотри на любомудрее Филиппа. Он не укорил, не сказал, ты не знаешь, я тебя научу. Не сказал, я хорошо знаю это. Не польстил, не сказал, блажен ты, читающий. Так слова его воли чужды и надменности, и лести. Но боли выражали по печенье и человеколюбие. Ему самому нужно было спросить. Самому нужно было пожелать. Сказав разумеюще, что читаешь, он выражает, что ему известно, что тот ничего не знает. И вместе показывает, что великое сокровище заключается в просчитанном. 182. Но смотри, как благоразумно отвечает и Евнух. Как могу говорить. Он не смотрел на внешний вид Филиппа, не сказал, кто ты таков. Не укорял, не тщеславится. Не говорил, что знает, но осознается, что не понимает. Потому и получает наставление. Он показывает рану врачу. Уразумел, что Филипп и знает это, и желает научить. Он заметил смирение его, так как он был не в блестящей одежде. Такой он имел желание слышать и внимать словам его, что и слова Писания, кто ищет, тот находит, исполнились на нем. И упросил, чтобы Филипп зашел. Видел ли ты усердие? Видел ли ты желание? Он еще не знал, что тот скажет ему, но просто думал услышать что-нибудь о пророчестве. Очень большая честь Филиппа и в том, что Евнух не просто посадил его, но и умолял. Приближение показывает Филиппе желание говорить. А чтение, знак усердия в Евнухе, он читал в то время, когда солнце производит сильнейший зной. И это служит доказательством его любомудрия, что он держал в руках такого пророка, который выше прочих. Потому и говорит Филиппу нещеславием, но спокойный, притом говорит так не прежде, как будучи спрошен, когда тот спросил его. Точно так же он далее говорит. Прошу тебя, скажи. Мне кажется, он не знал, что пророки говорят о других. Или если не так, то не знал, что о самих себе они говорят в другом лице. Устыдимся мы и бедные, и богатые этого хранителя сокровища. Потом они подъехали к воде и сказали, вот вода, это знак сильно пламенеющей души, что возбраняет мне креститься? Видишь ли его готовность? Не говорит крести меня и не молчит, но говорит есть о среднем выражающей желании и благоговения. Смотри, как он уже получил совершенное познание догматов, ведь пророчество содержало в себе все, воплощение, страдание, воскресение, вознесение и будущий суд. Это-то в особенности произвело в нем сильное желание креститься. Устыдитесь вы, которые остаетесь еще непросвещенными. И повелел остановиться колеснице. Сказал и в то же время повелел, прежде чем услышал ответ. Когда вышел из воды, Дух Господний восхитил Филиппа. Хорошо сделано, чтобы явно было, что происходящее есть дело Божие, чтобы Евнух не подумал, что Филипп простой человек. И поехал в путь, радуясь. Это сказал писатель, выражая, что он опечалился бы, если бы узнал об удалении Филиппа. Так от великой радости по получению Духа он и не заметил происходившего около него. А тот оказался в Азоте. И Филипп получил от того великую пользу, что он слышал о пророках, об Аввакуме, языке Иль и прочих, увидел исполнившимся на себе, оказавшись прошедшим мгновенно далекий путь, и стал уже в Азоте, останавливаться там, где ему и надлежало проповедовать. Савл же еще дышал угрозами и убийством. Но учеников Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого он найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Благовременно писатель повествует о ревности Павла, чтобы показать, что он именно увлекался ревностью. Еще не насытившись убиением Стефана и не удовольствовавшись гонением и рассеянием церкви, он приходит к архиерею. Здесь исполняются слова Христова, сказанные к ученикам. Пришел час, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит к Богу. Так он поступал. Но не так, как иудеи, да не будет. Он поступал по ревности, как видно, из того, что отправлялся и в чужие города. А они не заботились о том, что происходило в Иерусалиме, но домогались одного только. Насладиться честью. Зачем он отправлялся в Дамаск? Это был город большой, столичный. Он боялся, чтобы и туда не проникли верующие. И посмотри на его усердие и ревность. Как он действовал по закону? Он не приходит к правителю, но к первосвященнику. Путем называет писатель верующий, который тогда все так называли. Может быть, а потому, что они шли по пути, ведущим на небо. Почему же он не получил власти наказать их там, но ведет в Иерусалим, чтобы здесь с большей властью совершить наказание? И смотри, подвергая себя такой опасности, он, однако, боится, чтобы не потерпеть чего-нибудь худого. Потому он берет с собой других, может быть, из страха, или потому, что шел против многих. Он и берет многих, чтобы смелее, если кого найдет, мужчин или женщин, связывать и приводить в Иерусалим. С другой стороны, этим путешествием он хотел показать всем им, что все это его дело, а те не заботились об этом. И заметь, он и прежде ввергал в темницу. Так чего те не могли, то он мог по ревности. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» 184. Почему это случилось не в Иерусалиме? Почему не в Дамаске? Чтобы другие не могли иначе рассказать об этом, но чтобы сам, шедший с такой целью, рассказал и был достоин вероятия. Это он и рассказывает в защитительной речи перед Агриппой. Дианин 26.10. Он страдал глазами, потому что чрезмерный свет обыкновенно ослепляет зрение. Зрение же имеет свою меру. Говорят, что и чрезмерный звук оглушает и поражает. Но его Господь только ослепил и страхом угасил ярость его, так что он услышал слова, «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Не говорит ему, «Уверуй!» Ничего подобного. Но укоряет и в укоризне, как бы говорит, «За какую обиду от меня, большую или малую, ты делаешь это!» Он же сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь! Трудно тебе идти против вражна!» Как бы так говорил, «Не подумай, что ты ведешь брань с людьми!» Бывшие же со мною люди стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Он сказал в ужасе и трепете, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо бы наделать». Кому он отвечал? Естественно, потому что он удостоился слышать меньшее. Если бы они услышали тот голос Господа, то и тогда не уверовали бы, а видя Павла отвечающего и изумлялись. Смотри, как Господь не тотчас открывает ему все, но прежде только смягчает его душу и повелевая, что делать ему, вместе с тем подает ему добрую надежду, что он опять получит зрение. Люди, шедшие со мною, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Савв встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. Вводят добычу, отнятую у дьявола. Сосуды его, как бы по взятии какого-нибудь города или столицы. И подлинно удивительно, что сами враги и противники вводили его перед глазами всех. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Бывало ли что-нибудь подобное этому? Обращение Павла служит утешением, вознаграждающим за скорбь Астефани, которая, хотя и сама по себе имела нечто утешительное в том, что он так отошел к Господу, но теперь получила это утешение. Так же и селение Самарийское обращением своим принесли весьма много утешения. Зачем, скажешь, это случилось не вначале, но после, чтобы показать, что Христос воистину воскрес. Кто гнал его, не веровал его смерти и воскресения и преследовал учеников его, тот, каким образом, скажи мне, уверовал бы, если бы не была велика сила распятого? Положим, что те ученики действовали из преданности к нему. Но что скажешь об этом? С другой стороны, он обратился после воскресения, а не тогда же, для того, чтобы вражда его обнаружилась яснее. Неистоствовавший до того, что проливал и кровь, и ввергал в темницы, вдруг верует. Недостаточно было того, что он не обращался со Христом, но надлежало, чтобы он и жестоко преследовал верующих, и он достиг крайней степени неистовства и был жесточе всех. Но когда он лишился зрения, тогда познает знамение его силы и человеколюбие. Или для того это было, чтобы кто-нибудь не сказал, будто Саввел притворялся. Как мог притворяться тот, кто жаждал крови, приходил к священникам, подвергал себя опасностям, преследовал и наказывал даже вне Иерусалима. И он после всего этого признает силу Христову. Но почему не внутри города, а пред ним свет облистал его? Потому что тогда многие не только не уверовали бы, но еще стали бы издеваться, подобно тому, как там, когда услышали голос, не шедший свыше, и говорили, «Это гром!» А ему должно было поверить, когда он рассказывал случившимся с ним. И вели его связанного, хотя невозложенными на него узами, вели того, кто сам надеялся вести других. Но почему он не ел и не пил? Он раскаивался в делах своих, исповедовался, молился, просил Бога. Если же кто скажет, что это было делом необходимости, ведь и Иерима тоже потерпел, мы скажем, да и тот потерпел, но остался, как был. Следовательно, не без принуждения ли он так поступал? Что могло быть разительное землетрясение бывшего при воскресении Христовом, воинов, возвестивших об этом, и прочих знамений, и того, что видели его воскресшим? Но это не было принуждением, а внушением. Иначе почему бы иудеи не уверовали, слыша обо всем этом? Очевидно, что он действовал искренне. Он не обратился бы, если бы не случилось этого. Так что все должны были ему поверить. Он был не меньше проповедовавших о воскресении Христовом, даже еще и достовернее их, как обратившийся внезапно. Он не имел сношения ни с кем из верующих, но обратился в Дамаски, или лучше сказать, это случилось с ним перед Дамаском. Я спрашиваю иудея, отчего, скажи мне, обратился Павел? Он видел столько знамений и не обращался. Учитель его Гамалиил обратился, а он не обращался. Кто же убедил его? Или лучше, кто внезапно возбудил в нем такую ревность, что он желал и сам отлучен быть ради Христа? Истинное дело очевидно. Впрочем, вспомним, о чем я говорил, и у стыдинца Евнуха, просвещаемого и читающего. Видите ли, какую он имел власть, какое богатство, и однако не отдыхал и на пути. Каков же он, следовательно, был дома, если и во время путешествия не позволял себе быть праздным? Каков он был ночью? 186. Вы, которые отличены почестями, послушайте и подражайте смирению и благочестию. Он, хотя возвращался домой, но не сказал самому себе, я возвращаюсь в Отечество, там приму баню крещения, как сказали бы равнодушно многие. Не требовал знамений, не требовал чудес, но только от пророка уверовал. Потому и Павел, скорбяя, тебе говорит. А чего же он сделался таким? Он имел попечение о душе своей, внимал писанием, упражнялся в чтении их. Ведь и разбойник видел знамения, и волхвы видели звезду. А он ничего такого не видел и уверовал. Как полезно чтение писаний. Что же, Павел, не получался ли он в законе? Но мне кажется, он нарочито был оставлен в таком состоянии для того, о чем я сказал выше, по изволению Христа, желавшего всеми мерами привлечь к себе иудеев. Если бы они имели ум, то ничто не принесло бы им столько пользы, как это в чтении писаний. Ведь оно более знамений и всего другого могло бы привлечь их ко Христу. Равно как ничто столько не соблазняет обыкновенно людей более грубых. Итак, смотри, как и по рассеянию апостолов Бог творит знамения. Иудеи обвинили апостолов, ввергли их в темницу, но Бог творит знамения. И посмотри, какие. Изведение из темницы было его знамение. Привидение Филиппа было его знамение. Обращение Павла было его знамение. Явление Стефану было его знамение. И заметь, какая оказывается честь Павлу и какая Евнуху. Здесь Павлу даже является сам Христос. Может быть, по причине ожесточения его, и потому что иначе он не уверовал бы. Внимая этим чудесам, и мы соделаем себя достойными. Но ныне многие даже не приходят в церковь и не знают, что в ней читается. И Евнух же на улице и сиди на колеснице внимательно читал Писание. Но вы не так. Из вас никто не имеет в руках Библии и скорее возьмет все другое, чем Библию. А почему он встречается с Филиппом не прежде посещения Иерусалима, а после того? Ему не следовало видеть апостола в Ганиме, потому что он был еще немощен. И прежде это было бы не так удобно, как тогда, когда пророк наставил его. Так и теперь, если кто из вас желал бы внимать к пророкам, то он не будет нуждаться в знамениях. Но если угодно, рассмотрим и самое пророчество. Что говорит оно? Как овца введен был он на заклане, и во смирение суд его возьмется. Отсюда он узнал, что Христос был распят, что была взята от земли жизнь его, что он не совершил греха, что мог и других спасти, что род его неисповедим, что камни распались, что завеса разодралась, что мертвые восстали из гробов. Или лучше, обо всем этом сказал ему Филипп, только по поводу чтения из пророка. Подлинно важно чтение Писаний. Так и исполнилось сказанным Моисеем. Когда сидишь, когда идешь, лежишь и встаешь, помни Господа Бога твоего в Старозаконе 6.7. В особенности на пути и в пустыне, когда никто не препятствует, мы бываем способнее к размышлению. И Евнуху веровал на пути, и Павел на пути. Но его Павла не другой, кто привлек, а сам Христос. Это важнее того, что делали апостолы. Важнее, потому что тогда, как апостолы находились в Иерусалиме, и ни один из них не был в Дамаске, он возвратился оттуда верующим. А находившиеся в Дамаске знали, что из Иерусалима он шел еще не верующим, так как он нес письма, чтобы связывать других верующих. Как прекрасный врач употребляет врачевство, когда горячка еще в полной силе, так и Христос в это время подал ему помощь, потому что надлежало удержать его среди самого неистовства. Тогда лучше он смирился и раскаялся в своих жестоких предприятиях. Но опять нужно обратить слово к вам. Для чего, скажи, скажите мне, Писание? Если бы от вас зависело, то они все были бы уничтожены. Для чего церковь? Зарой в землю книги. Может быть, не такое постигнет тебе осуждение, не такое наказание. Если бы кто зарыл их в грязь и не слушал их, то и тогда не столько бы оскорбил вы их, как теперь. Что, скажи мне, оскорбительного там? То, что кто-либо зарыл их. А что здесь? То, что мы не слушаем их. Скажи мне, когда всего больше оскорбляет кто кого-либо, тогда ли, когда не отвечает молчащему или когда не отвечает говорящему? Конечно, когда говорящему. Так и теперь большее оскорбление, большее пренебрежение ты оказываешь, когда не слушаешь говорящего. Не говорите к нам, говорили в древности иудеи пророкам. 1 Царство 8.16, Иеремия 44.16. Вы же хуже делаете, говоря, не говорите, мы делать не будем. Те удерживали пророков, чтобы они не говорили, как бы по некоторому благоговению к словам их. А вы по крайнему небрежению этого не делаете. Поверьте, если бы вы заградили нам муста, положив на них руки, то и тогда не столько оскорбили бы, сколько теперь. Скажи мне, слушающий или неповинующийся оказывает боли пренебрежения? Или тот, кто даже и вовсе не слушает? 188. Но вникнем в этот предмет касательно оскорбления. Если бы кто удерживал укоряющего и заграждал ему уста, чувства и укоризны его, а другой нисколько не заботился бы и не обращал бы на него внимания, то кто из них показывал бы боли пренебрежения? Не последний ли? Ведь тот показывает, что он чувствует удар, а этот как бы заграждает уста самого Бога. Вас ужаснуло сказанное? Но послушайте, как это бывает. Уста, через которые вещает Бог, это уста Божии. Как эти вот уста, уста нашей души, хотя, собственно, душа и не имеет уст, так уста пророков Божии. Послушайте и ужаснитесь. Диакон от лица всех стоит и громко вас лица и говорит «Вон, мем!» Это часто. А этот голос, который он издает, есть общий голос в церкви, но никто не внимает. После него чтец начинает «Пророчество Исайна!» И опять никто не внимает, хотя пророчество не содержит в себе ничего человеческого. Потом слух всех вещает «Сия, глаголит Господь!» И так же никто не внимает. Но что я говорю? Читается нечто страшное и ужасное, но и при этом никто не внимает. И что говорят многие? Всегда, говорят, читается одно и то же. Этот особенно и губит вас. Если бы вы знали все это, то тем более не следовало бы оказывать пренебрежение, и на зрелищах всегда бывает одно и то же, и однако вы не знаете в них сытости. О каком одном и том же ты дерзаешь говорить, когда не знаешь даже имен пророков? Не стыдно ли тебе говорить, что ты не слушаешь, потому что всегда читается одно и то же, когда не знаешь даже имен читаемых писателей, хотя и слушаешь всегда одно и то же? Ты ведь сам сознался, что читается одно и то же? Если бы я говорил это к твоему осуждению, то тебе надлежало бы обратиться к другому оправданию, а не к такому, которое служит твоему же осуждению. Скажи мне, не вразумляешь ли ты сына своего? Но если бы он сказал, что всегда одно и то же, то не принял ли бы ты этого за оскорбление? Тогда можно было бы не говорить одно и то же, когда бы мы знали это и показывали своими делами, или лучше, и тогда чтение того же не было бы излишним. Что может сравняться с Тимофеем? Но однако ему в послании Павел говорит, внимай, постоянно занимайся учением, наставлением. Невозможно, никогда невозможно исчерпать смысл писаний. Это некоторый источник, не имеющий предела. Говорят, я научился, и этого довольность меня. Но хотите ли я покажу, что не все одно и то же? Сколь многие, полагаете, вы говорили о Евангелиях, и все они говорили нечто новое и особенное. Чем более кто занимается писаниями, тем яснее видит, тем более созерцает чистый свет. А сколько я еще могу сказать? Что такое, скажите, пророчество? Что? Повествование. Что притчу? Что иносказание. Что образ. Что символ. Что Евангелие. Скажите мне только о том, что ясно. Почему Евангелие так названы? Хотя вы часто слышали, что благовестия не должны заключать в себе ничего прискорбного, однако в них много прискорбного. Огонь их не угасает, говорится в них, и червих не умирает. И также рассечет его пополам, и участью будет неверными. И также скажет Господь, не знаю вас, отойдите от меня делать или беззаконие. Не станем же обольщать себя, воображая, что они называются так только у нас по-гречески, или будто это вовсе не относится к нам. Но вы о немели, как изумленные, стоите, поникнув долу. Благовестия не должны заключать в себе ничего из правил деятельности, но только выражать благоприятное. И однако в них множество правил деятельности, как, например, следующее. Если кто не возненавидит отца свою и мать, не достоин меня. Еще не пришел я принести мир на землю, но меч. Еще в мире будете иметь скорби. Прекрасное внушение. Но это не благовестие. Благовестием было бы следующее. Это будет для тебя хорошо, как обыкновенно говорят люди друг другу. Что скажешь мне приятного? Придет отец твой, мать твоя. А они говорят, сделай то-то. Еще скажи мне, чем они отличаются от книг пророческих? Почему те не называются евангелями, хотя также содержат и благовестия, как, например, скочит хромой, как олень, Господь даст глагол благовествующим, дам вам небо новое и землю новую. Почему те не называются евангелями, или они пророчеством? Если же вы, не зная, что такое евангелие, так пренебрегаете чтением писаний, то что я скажу вам? Спрошу еще и о другом. Почему четыре евангелия? Почему не десять и почему не двадцать? Почему не многие приступали к составлению евангелий? Почему не один? Почему ученики Христовы? Почему не те, которые не были учениками? Почему вообще священные книги называются писаниями? Между тем, напротив, в Ветхом Завете говорится, дам вам завет новый. Где же те, которые говорят, что всегда читается одно и то же? Если бы вы знали, что хотя бы человек прожил тысячи лет, и тогда для него здесь не было бы одно и то же, то вы не сказали бы этого. Поверьте, я не стану более говорить вам об этом ничего, ни наедине, ни всенародно. Но если кто будет спрашивать, то не откажусь отвечать. Если же нет, то оставлю. И то уже мы причинили вам скорбь, говоря всегда обо всем, прямо не оставляя того, что нужно. Вот вы слышали довольно вопросов. Рассмотрите и скажите причину. Почему евангелия так называются? Почему не пророчествами? Почему в Евангелиях есть правило деятельности? Если один будет недоумевать, то пусть подумает другой, и свои мысли сообщайте друг другу. А мы затем замолчим. Если сказанное не принесло вам никакой пользы, то тем более будет бесполезно, если бы мы прибавили что-нибудь другое. Подлинно мы вливали бы воду в дырявую бочку, а вас от того постигло бы и большее наказание. Поэтому мы замолчим. А чтобы этого не произошло, зависит от вас. Если мы увидим вашу ревность, то, может быть, опять станем говорить, чтобы и вы более и более преуспевали. И мы радовались о вас во всем славе Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, держава, величие, честь с обезначальным Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.